Книга «Открытым оком», том 1, тема «Внутренний мир человека». Вопрос 230. От гнева и раздражительности нужно молиться Ефрему Серину? Отвечает Игнатий Тихонович Лапке. И по вкусу, и по цвету, и по запаху, по всему видно, что вопрос задан православным. Ни одному сектанту и мыслей не придет додуматься до этого. Вот такое неприкрытое неоязычество покрывает всех православных по всему миру. Как у Николая Семеновича Лескова «Северный абориген» говорит, кавычки открыты, «Троица Бог», «Богородица Бог» и «Никола Бог» в кавычки закрыты. О Боге все заблуждения из-за незнания Писания и силы Божией. Матфея, 22 глава, 29 стих. Во всей Библии нет ни точки, ни запятой о том, чтобы кто-то мог помочь в этом, кроме Бога. Приведу только несколько мест из этой Библии, что она говорит о гневе и раздражительности. Если действительно хотите избавиться от этого порока, то заучите это и примеряйте к себе постоянно. Притчи, 19 глава, 11 и 19 стихи. Цитата «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Цитата «Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказать его». Притчи, 22 глава, 24 стих. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым». Притчи, 29 глава, 11 и 22 стихи. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит». Притчи, 30 глава, 33 стих. Цитата «Потому что как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору». Сирахов, 1 глава, 22 стих. Цитата «Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека». Сирахов, 10 глава, 6 и 21 стихи. «Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом. Гордость не сотворена для людей, не ярость гнева для рождающихся жен». Сирахов, 27 глава, 33 стих. Цитата «Злобый гнев тоже мерзости, и муж грешный будет обладаем ими». Сирахов, 28 глава, 3 и 10 стихи. Цитата «Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения, ибо раздражительный человек вожжет ссору. Человек-грешник смутит друзей, не поселит раздор между живущими в мире». Иова, 5 глава, 2 стих. Цитата «Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность». Притча, 14 глава, 16 и 29 стихи. Цитата «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражительный и самонадеянный. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость». «Когда возникает раздражительность и гнев, то представь себе, что ты стоишь перед теми, кто имеет власть, подрезать тебе язык. Дома муж буйствует и наводит страх на всю улицу. Но вот он арестован, и трех таких шнурков, в кавычках, одна девчонка, дубачка, в кавычках, ведет по коридору тюрьмы и вертит ими, как хочет». «Кавычки открыты. Сидеть, отвернуться к стенке. Руки назад, жулики. Кавычки закрыты. И эти раздражительные, нервные, нерунавешенные, удалые молодцы, как оловянные солдатики, выполняют все, и даже малейших признаков гнева и раздражительности в них не отыщешь никакими, не наискателем. Почему? Неотвратимость наказания в детях нужно воспитывать с пеленок. Притча, 16 глава, 32 стих. Цитата. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Ефрем Сирин страдал от гнева и раздражительности из-за своей вспыльчивости, но сумел это победить. Причем тут он к моему пороку, и кто его ставил над такими убыльственными страстями? Откровение, 2 глава, 13 стих. Цитата. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Мученик Антипа был обезглавлен, и придумали молиться ему о зубной и головной боли, и пишут об этом целые реестры и каталоги. Православное родство.